ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Место, где всё, фонтан. В Одессе эта фраза, не фонтан, говорит о том, что что-то плохое. Это случилось тогда, когда в Одессе не было воды. Вода была привозная из различных колодцев. Колодцы на фонтане были самые хорошие и вода была самая вкусная. Хорошие хозяйки сразу отличали, где вода фонтанская, а где не фонтанская. Так вот, сейчас я вам покажу бювет, где вода, фонтан. И район этот тоже в Одессе, называется фонтан. Это хороший район в Одессе. Близость к морю. Это четвёртая станция фонтана. Здесь не только близость к морю, но и недалеко до центра города. В этом месте в 2006 году за шесть лет был построен храм святой Татьяны. Посмотрите, какой он красивый. Это первый студенческий храм в Одессе, да и в Украине тоже. Первый и единственный. Сделан он в виде свечи, а вот такие фрагменты в виде пасхальных яиц. Говорят, что он сделан не по канонам строительства храмов. Я вам просто говорю, как о произведении искусства. Не претендуя на какие-то там особые знания. Я не гид, я не историк, не искусствовед. Я преподаватель маркетинга и коммуникации. И создатель и руководитель, бывшая первой украинской школы этикет. Лилия Павловна Ковыенко. Это моё хобби. Город – мой хобби. Я его люблю и каждый раз хочу показать всю его красоту. И намекнуть, что те, кто хотят его захватить, не дождутся. А вот тот самый бювет. Фонтанский бювет. По сей день здесь самая хорошая вода. Сегодня бювет не работает. Но бювет выручает нас тогда, когда в блэкаут выбивают инфраструктуру. И у нас нет воды. Построен этот храм рядом и для, в принципе, студентов юридической академии. Вот мы сейчас подходим к юридической академии. Это один из лучших вузов Украины. Обеспеченный как материальной частью, так и преподавателями. Обучение здесь не бесплатное. Смотрите, как здесь красиво. Лес. Есть все. Стадион. Может, до него мы тоже доберемся сегодня. Кроме всего прочего, смотрите, здесь столбик студентов. Окончание как раз занятий. Мы сейчас увидим наших будущих юристов. Какая красота. Вот эти деревья, они все молодые. Здесь была очень узкая дорожка. И чего вот этого не было. Это все создано где-то с 2000 года. Тут его ничего подобного не было. Когда вырубали деревья, мы все плакали. Оказалось, ничего страшного. Вот так теперь студенты приезжают только на машину. Ну, в общем-то, те, кто могут учиться в этом университете, в Юракадемии, те, безусловно, имеют свой автомобиль и не только. Здание Юракадемии. Студенческий городок. Здесь много университетов. Недалеко политехнический. Сельскохозяйственная академия. Военная академия. Давайте зайдем на территорию. Приятная атмосфера. Потрясающе. Самое лучшее, что может быть. Студенческий городок. Пиват академия. Обратите внимание. Я люблю Одессу. Я люблю юридическую академию. Давайте пристаем в сторонке. И посмотрим на жизнь одесского студенческого города. У них свои общежития, бассейны и школу открыли. Где тоже есть храм. Все для получения прекрасного образования. Изучение языков. Цена. Дорого. Приятно, что в этом году все академии, университеты работают. Недалеко общежития. Общежития очень тоже... Ну, все за деньги. Ничего бесплатного нет. Но заниматься здесь... В общем-то, я хотела бы, чтобы мой внук здесь занимался, но он не хочет. Хотя он президент школы. Но пока его это не интересует. Его интересует другое творчество. Ну, посмотрим. Посмотрите на одесскую молодежь. В принципе, здесь в основном одесситы. Давайте прогуляемся по территории. В общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то, так что это не делается. Просто люди нет в Союзе, мне кажется, смотрите какой хороший уголочек для того чтобы студенты могли отдыхать во время перерывов отличная столовая спортивные залы и более того спортивный целый стадион красота это фонтан на фонтане плохого не бывает академическая улица 2 улица сделано за средства академии совершенно новое преображенное все очень качественно хорошо сделано проникнитесь атмосферой давайте пройдем ту сторону я не буду заходить сегодня не буду вас утомлять поверьте что все очень достойно вот такое место а сейчас мы пойдем посмотрим храм ну молодейте столько молодежи мы попали в очень хороший момент смотрите какое хорошее полотно все деревья вновь высажены потому что старое вырубили но посадили больше чем вырубили фонтан есть фонтан храм студенческие студенты его очень любят так случилось сессии что-то еще попросить надо у меня отношения с богом такие что и неважно какой там храм у пц рпц я не вникаю в основном то беседы у меня с богом душе храм для меня данном случае важен только как произведение искусства я вам его покажу мы будем праздновать теперь по новому закону рождество 25 декабря ай-яй-яй многие кричат ай-яй-яй а у меня есть знакомые которые очень даже довольны что но которые держат пост они в новый год входят уже без поста могут спокойно поесть выпить условно ведь по сей день мы празднуем два новых года я думаю что вот бювет в полном порядке придет время его подключить сейчас такой необходимости нет вода есть какие приятные аллейки сейчас я вам покажу храм первые дни войны он служил бомбоубежищем потому что у него прекрасное цокольное помещение храм был открыт пускали туда в цоколь как бомбоубежище кивалов давно уже в одессе не буду вспоминать о его каких-то компрометирующих моментах одесса знает все о нем зачем все время молоть воду в студии смотрите какая красота это четвертая станция большого фонтана о нем сейчас мы покажем там надо отойти подальше чтобы показать вам все красивое сейчас я вам покажу какие-то работы ведутся покраска, освежают мне очень нравится этот храм он является просто украшением города с разных сторон, как его не показывай это всюду, он крайне оригинален на Пасху здесь буквально такая, как елка из пасхальных яиц была я не даюсь в политические дрязги я вам показываю как произведение искусства кроме того это все относится к юридической академии как вы видите, действительно целый городок учиться здесь престижно и интересный так преобразился уголок на четвертой станции Большого фонтана это все соответствующие корпуса отдельные тут 18 трамвай ходит спортивно-оздоровительный комплекс то есть целый стадион на другую сторону это видно сейчас мы попробуем кстати сказать томатология, по-моему, тоже к ним относится университетская поликлиника факультет факультет после дипломной освиты университетская клиника современный университет сделанный по международным стандартам рядом 18 трамвай который везет нас к морю на 10 фонтан на 13, 16 золотой берег вы знаете, как сегодня жарко в Одессе не знаю, обратите ли вы внимание там на первом кадре я показала себя, как всегда просто жара опять начинается в Одессе лето ну, думаю, ненадолго хочу показать вам стадион не быть голословной спортивные клубы на беру в руку карате а вот и студенческий стадиончик немного немое здание университета с другой стороны и стадиончик и стадион вот сегодня с вами мы совершили такую продунку а там узел буквально через 200 метров пятая станция фонтана и вперед вперед к морю и вперед к морю облево смирнем в Аркадию попадем еще раз покажу вам стадион до встречи, друзья до встречи подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии я буду вам очень признательна всем вам мира и добра будьте счастливы и успешны